Всем привет! Я очень рад вас всех здесь видеть. Меня зовут Олег, я приехал из Тарту. Мы сегодня рассмотрим такую вещь, как библиотека Test Containers. Их много в разных языках. Библиотеки Test Containers позволяют вам облегчить создание эфемерных, таких как бы эфемерных по-русски, как сказать, сред для запуска тестов для ваших приложений. Так что если вы разработчик, то если вы пишете тесты в какой-то момент жизненного цикла разработки, то вам, наверное, будет интересно, если вы уже пользуетесь, может быть, вы узнаете что-то новое из нашего доклада сегодня, или если вы не пользуетесь, может, вам захочется попробовать. Такая вот преамбла. Русский язык мой родной, но я им пользуюсь давно уже исключительно в банальных ситуациях, типа библиотеки или купить-поесть, поэтому он может звучать немножко странно. Но у Ильи был не намного лучше. Нет, на самом деле, если кому-то что-то непонятно, пожалуйста, задавайте вопросы. Я не очень часто делаю презентации и выступления на русском языке, поэтому мне тоже это немножко в новинку, но мы попробуем справиться. Будут некоторые слова на английском пробегать, типа как бы там Continuous Integration и так далее. Я думаю, это небольшая проблема. Сколько у нас разработчиков в зале, кто пишет код три раза в неделю, три дня в неделю пишет код? То есть минимум? Минимум. Три или больше? Большинство. Остальные, я надеюсь, менеджеры, руководители и архитекторы, как минимум. Когда-нибудь еще спрашивают. Прошу прощения, я не слышал. Но... Наверняка. Когда... Ребята, зачем вы в тестировщике для тестов? Это хороший вопрос. Давайте договоримся так. Все DevOps, у всех ответственность общая. Кто программы пишет, тот их и оперирует в продакшене. Уйдем в слайды. Неловкий момент. Уйдем в слайды. Уйдем в слайды. Так, пару слов. Я работаю в компании Atomic Jar. Atomic Jar – это небольшой, но очень интересный стартап, которому почти два года уже, созданный мейнтейнерами библиотек тест-контейнерс. И мы занимаемся тем, что мы бы хотели, чтобы разработчики больше писали тестов. Чтобы наши программы были лучше протестированы, чтобы они более надежно выкатывались в продакшен, чтобы было меньше багов и чтобы мир становился лучше. Если софт будет лучше, то и мир, можно надеяться, будет тоже лучше. Не факт, но можно надеяться. Меня можно найти в социальных сетях. У кого есть GitHub? Прекрасно. DevClub. Рекомендую. Давайте в социальную сеть GitHub. Можно посмотреть все примеры кода, которые мы рассмотрим. Можно писать письма, пообщаться про тестирование, про разработку, про жизнь в целом. Я убеленный сединами взрослый человек. Много лет уже. Начнем. Процессор обработки сложный. В нем много вещей, которые нужно делать. Даже если вы занимаетесь в основном какими-то отдельными частями в этом цикле разработки, например, само программирование, создание кода, сборка или занятие релизом, то их на самом деле много. И казалось бы, что даже если у вас команда не DevOps, а есть отдельные люди, которые занимаются программированием, отдельные люди, которые занимаются выкатыванием напрограммированного в продакшн и мониторингом и всего прочего. Много фаз. Одна фаза, про которую в парадигме DevOps не очень часто упоминают, это тестирование. Что интересно, как и все остальные, она лежит на критическом пути от кода в продакшн. То есть, по идее, мы не можем пройти в продакшн, выкатить ничего. Без того, чтобы мы это протестировали. Невозможно. Так не бывает. И от того, как мы протестируем, будет зависеть от того, насколько успешно построен наш процесс разработки. Можем ли мы быстро выкатить security fix? Можем, если у нас есть хорошие автоматические тесты. Потому что если у нас нет тестов, то мы можем что-то поменять, конечно. Мы можем оправдать dependencies и посмотреть, что у нас теперь нет больше критических уязвимостей. и так далее. Но мы не знаем, работает ли наше приложение или нет. Нам его надо протестировать. Правильно? Правильно. Поэтому нам нужны что? Нам нужны автоматические тесты. Потому что если их не будет автоматических, таких, которые нам с высоким уровнем уверенности будут говорить, что код, который мы сейчас пытаемся выкатить в продакшн, он на самом деле работает. Не просто есть, а работает так, как мы ожидаем от него. Если у нас нет автоматических тестов, то нам придется долго ждать, например, ручного тестирования или еще каких-то срочных процессов. И в это время, естественно, что будет у нас? У нас будет продакшн уязвим, потому что мы пытаемся выкатить баг-фиксы для security дыр. Вот. Ну или даже не дыр. Просто если мы выкатываем какие-то фиксы, новую функциональность, то есть тестирование лежит на пути. Как мы себе представим тестирование? Тесты у нас, естественно, есть разные. Они, помимо того, что они разные сами по себе и функциональности, у них еще есть как бы некто... У нас в основном у разработчиков есть некое представление о том, как организовывать тесты. Например, такая вот пирамида, которую люди называют пирамидой, хотя это треугольник. Каждому школьнику, очевидно. Класса с пятого. Пирамида должна быть фигурой. В пространстве, в общем. Треугольник. Базой этого треугольника является юнит-тесты. Маленькие тесты, которые тестируют компоненты нашего приложения в изоляции. Мы не будем проверять, как наше приложение работает в целом. Мы будем проверять, как работает кусочек кода. Чем меньше, тем лучше, потому что его удобнее тестировать. Такими тестами мы покроем все наше приложение, и они будут базой наших тестов. У кого больше всего юнит-тестов в их основном проекте? Выберите основной проект, над которым вы работаете, и вот если там больше всего юнит-тестов, поднимите руку. Хорошо. У кого больше всего интеграционных тестов? У кого нет тестов вообще? Автоматических, я имею в виду. Кто с Confusion и не понимает, о чем мы говорим? Окей, несколько честных людей в зале. Отлично. Интеграционные тесты. Интеграционные тесты будут тестировать наше приложение с каким-то набором компонентов, которые должны работать вместе. Например, чтобы наше приложение работало с базой данных. Или чтобы ящики на кухне, когда у нас угол, открывались оба, а не один за другим. И другие такие вещи, где у нас корректная работа приложения зависит от того, как работают множество компонентов вместе. Соответственно, интеграционные тесты будут немножко сложнее. Они будут использовать больший кусок системы. И раньше мы думали, что их сложнее создавать. Поэтому мы будем проведать только happy path, только те кусочки кодек, которые удобно покрывать интеграционными тестами. А все остальное будут юнит-тесты. И в конце концов, на вершине нашего тревольника будут end-to-end тесты, где мы будем проверять систему в средах подобных продакшенов. То есть там, например, staging полностью подобный продакшен и так далее. Оказывается, что это не очень удобно. Особенно в системах, где у нас множество микросервисов или множество дипломинт у нас сложный и не очень всегда тривиально понятный. Это делать очень дорого и очень нитривиально. Поэтому в последнее время люди стали приходить к выводу, что, может быть, не нужно строить, организовать тесты по вот такой вот пирамиде. И стали приходить к выводу, что особенно в ситуациях, где наши приложения становятся меньше, а логика целой системы закодирована не только в одном маленьком приложении, а в том, как множество приложений общается между собой. Как наш маленький микросервис общается с какими-нибудь AWS-сервисами. Или как наше одно маленькое приложение общается с другим маленьким приложением через кавку. Согласитесь, такие вещи очень сложно покрыть юнит-тестами, и поэтому значимость интеграционных тестов стала возрастать. И множество команд различным образом, например, из Spotify описывали, как они организуют тестирование. У них там тысячи микросервисов, и они мастерски это все разрабатывают дальше. И основным костяком тестирования для них становятся интеграционные тесты. Как писать интеграционные тесты? Их писать не очень просто, поэтому на помощь приходит библиотека test containers. Кто пишет на Java? В основном на Java. Кто пишет? Ну, Kotlin. Кто на Kotlin? Кто на... Не на JVM вообще. JavaScript. Node.js. Великолепно. Go. Популярный нынче язык Go. Два человека. Python. Очень хорошо. DotNet. Прекрасно. Haskell. Я знал. Что удивительно, библиотеки test containers есть для разных языков. И у нас есть имплеминация для Haskell тоже. Так что если вы пишете на Haskell, вы тоже можете писать классные интеграционные тесты. Да. Для Rust есть? Есть. Test containers Rust есть. Великолепно. PHP? В данный момент нету имплементации test containers для PHP, но если вы занимаетесь, то мы бы хотели включить это в семью и в комьюнити. И если вы готовы работать над этим open source проектом, то мы бы хотели вам помочь. Test containers. Что test containers делает? Test containers создает и дает вам программные API для создания средств, в которых ваши интеграционные тесты будут бежать. Например, ваше приложение может сказать, хочу базу данных вот здесь, для моего теста, одного, или для всех тестов, или для какого-то количества тестов. И test containers запустит, сконфигурирует, поможет вам запустить эту базу данных в контейнере. Соответственно, это работает для множества разных технологий, не только базы данных. Это могут быть message workers, это может быть Kafka, это может быть какие-нибудь нереаляционные базы данных, типа там Mongo, или это может быть local stack, если вы хотите какие-то AWS технологии, или это может быть эмуляторы Google Cloud, это может быть WireMock, сервер, если вы хотите делать как бы mock сторонних API на уровне сервиса. И вот совсем недавно, в прошлом году, совсем недавно, в марте прошлого года, год назад почти, TechRadar от ThoughtWorks, TechnologyRadar, положил test containers в категорию adopt. Что это значит? Это значит, что они говорят, что для того, чтобы не использовать test containers, нужно четко представить, почему вы это делаете. А все остальные по дефолту должны использовать test containers. Вот такой вот классный радар. Но что помогает? Test containers предоставляет вам программные API для манипуляции вот этих сред. Из тестов ваши тесты становятся изолированными, самодостаточными. Вы не зависите от каких-то сторонних сервисов, которые запускаются для множества тестов. Ваши тесты становятся самодостаточными. Соответственно, они становятся более надежными, потому что вы можете их запускать таким же образом в любой среде, где есть возможность запускать контейнеры. Например, в вашем CI, например, в вашей локальной машине, например, на машине разработчика, которая использует Windows, или не использует Windows и так далее. На новых Mac, на старых Mac, на Raspberry Pi, на Nintendo Switch, наверное, не пробовал, но у меня есть идея попробовать. Код покажи. Кого? Код покажи. В общем, везде работает. Минутка рекламы. Мы спонсируем этот, как бы Atomic Jar пытается спонсировать этот метап, поэтому, что мы внутри Atomic Jar строим, мы строим облако для запуска контейнеров, которые вы запускаете, когда вы запускаете тесты. Я вернусь к этому слайду потом, когда покажу код, чтобы мы понимали, о чем мы говорим. Пропустим его. Так, тест контейнеры. Сейчас покажу код. Последний слайд. Контейнеры, тест контейнеры, что делают? Тест контейнеры предоставляют вам возможность создавать контейнеры и контролировать их жизненный цикл, потому что вам необходимо сказать, дай мне базу данных. Тест контейнеры предоставляют вам возможность конфигурировать сервисы внутри этих контейнеров. Например, сказать, что не просто хочу базу данных, а чтобы в этой базе данных была какая-то схема. Или хочу, чтобы у меня в Kafka были топики. Или чтобы у меня в S3 был бакет с каким-то именем. Ну, стыду сконфигурировать внутри приложения. И, соответственно, интеграцию с фреймворками и библиотеками для тестирования. Например, для Java JUnit, для .NET XUnit, для GoTest, для Node.js Jest, для Python PyTest. И на этом мои знания заканчиваются. Мой опыт жизненный в основном из Java, поэтому мы начнем с Java. Так, классно. Все, библиотеки есть для разных языков. Давайте посмотрим на Java. Посмотрим на Java. Кто вообще не понимает Java код? Отлично, на Java посмотрим. Прекрасно. Прекрасно. Так, открыли идею, включили. Что? Presentation mode. Почему? Потому что иначе Антон будет недоволен. Недоволен. Антон всегда недоволен. Мы не будем обращать на это внимание. Это его baseline. Недоволен. Я знаю, почему он недоволен. Олег включил же белую тему. Да. Согласны. Сказано, сделано. Профессионалы. Кто не заметил, шорткат три раза shift, открывает все, что угодно. Поэтому. Я пришлю тебе счет за курс. А шрифт побольше можно? Идеально. Прекрасно. Кому не видно, сдалеко сзади, присаживайтесь поближе. Нет, мы попробуем. У нас есть спринт-приложение. Оно очень простое. Оно, модель самого приложения, что оно делает, неважно. Оно занимается тем, что у него есть очень простая модель данных. Это доклады на конференциях и рейтинги к ним. Что интересно в этом приложении, которое вы можете посмотреть на гитаре, будет ссылка потом. Оно работает с базой данных. Ей нужна база данных, в которой она хранит часть своих данных. Оно, два класса в этой системе, общаются между собой через Kafka, потому что мы так пишем наши интервайс-приложения сейчас, в данное время. И еще для отдельного типа данных используется Redis, потому что такая архитектура этого приложения. Прошу прощения. Чем оно хорошо? Очевидно, чем оно плохо, потому что это солянка из технологий, которую ни один нормальный разработчик не будет впихивать в такое маленькое sample-приложение. Чем оно хорошо? Это тем, что для того, чтобы запускать это приложение или, соответственно, тесты к этому приложению, нам нужно создать среду, в которой будет база данных, в которой будет Kafka и в которой будет несчастный этот Redis. Именно этим мы сейчас и займемся. Что мы делаем? У нас есть приложение. На код смотреть не будем. У нас есть тесты. Тесты у нас банально делают вот что. Что у нас делают тесты обычного Spring-приложения? Проверяют, что у нас загружается контекст. И проверяют, что у нас в базе данных есть какие-то данные. Проверяют, что когда мы трогаем актуатор slash health, нам возвращается 200. То есть наше приложение думает, что оно на самом деле работает справедливо, правильно и нормально. Реквесты мы будем запускать с помощью библиотеки REST Assured. Прекрасная библиотека. Даже если вы не используете test containers, но вы хотите запускать какие-то HTTP-реквесты из ваших тестов или не из тестов, REST Assured – шикарная библиотека с Fluent API. Советую посмотреть на нее. Запускаем, трогаем health. И запускаем тест, который делает на самом деле высокого уровня функциональный тест, который будет трогать наше приложение так, как мы на самом деле хотим, чтобы оно работало. Будет запускать реквесты на URL Ratings, говорить, что нашему докладу про тест-контейнерс нужно поставить рейтинг 5. Не упоминать из какой шкалы и ждать результатов. И потом с другой стороны будет ждать, чтобы когда мы потрогаем URL Ratings, чтобы там наш рейтинг пришел с другой стороны. Чтобы он прошел через наше приложение, записался в Kafka, прочитался из Kafka и потом сохранился еще куда-то. Вот прошел через всю эту нашу функциональную необходимость этого приложения и вышел с другой стороны. Вот такой наш большой функциональный тест. Асинхронных ивентов мы будем ждать с помощью библиотеки Avatility. Чем она шикарна? Тем, что она позволяет нам ждать асинхронных событий. Для тестов очень важно, потому что мы не хотим хардкодить никакие тайм-ауты, мы не хотим ждать никаких сторонних вещей. Avatility нам позволяет сказать, что пока не случилось вот это, делай какие-то вещи. Внутри тест-контейнерс мы их тоже очень часто используем, потому что нам нужно ждать, например, для жизненного цикла контейнеров. Когда программист говорит, что хочу, чтобы здесь была база данных в контейнере, нам нужно подождать, чтобы эта база данных была, ну, создалась, поднялась, контейнер запустился, и потом база данных стала доступна. Да, мы это все ждем. Avatility – шикарная библиотека. Если вы даже не станете использовать тест-контейнерс, пожалуйста, на какие библиотеки мы обращаем внимание? Rest Assured и Avatility в Java. Я уверен, в других языках есть другие библиотеки похожего метода. Так, все, у нас есть тесты, мы повторяем еще какие-то действия там с этим приложением, и запускаем какие-то тесты, ждем, что придет 404 на какой-то доклад, которого не существует. Вот. Вот. Эти тесты, если я их запущу, они будут работать? Кто думает, что они будут работать? Прямо так сходу. Два человека. Кто думает, что они не будут работать? Очевидно, не будут работать, потому что нет базы данных. Очевидно, не будут работать, потому что нет Kafka. Поэтому что нам нужно сделать? Нам нужно создать среду, в которой эти тесты будут запускаться. Как мы ее создаем? Создаем ли мы ее ручками? Сами говорим, сделайте, пожалуйста, sysadmin и мне базу данных на CI. Делаем? Кто так делает? Никто так не делает. Мы это делаем через test containers. Если мы посмотрим на наши dependencies, то у нас тысяча библиотек test containers. Мы их импортируем, и потом у нас очень-очень много разных модулей для всяческих технологий, которые мы хотим использовать. Целая экосистема модулей для всего, что мы можем придумать. У нас есть библиотека, которая позволяет нам создавать Kafka, позволяет создавать RedPandu, это такая Kafka на C++ написано, создавать Postgres, создавать Kubernetes Cluster, Mongo и так далее. Их много, они не все здесь необходимы, но они здесь все подключены для иллюстрации. Так, как мы создаем вещи? Базовым API является generic container. Generic container – это такая абстракция, которая позволяет нам сказать, запусти вот этот вот Docker image, и я хочу его конфигурировать. В данный момент мы создаем Redis. Redis мы создаем, говоря, что запусти Redis с таким-то тагом, и, пожалуйста, открой порт 6379, чтобы мы снаружи в него могли стучаться. Правильно? Чтобы использовать этот Redis. Любая конфигурация, которую мы хотим и которую мы можем делать для Docker контейнеров, она доступна вам с помощью API. Это очень-очень удобно. Это гораздо удобнее, чем читать документацию, потому что вы как программист можете нажать точечку и стрелочку нажимать до тех пор, пока не выведите то, что вам надо. Это 100% лучше. У меня есть знакомый, давно работает, и он знает, как программист работает. В SkyScaner работал. И он говорил, что если чего-то нет в VDE, программисты об этом знать не будут, потому что документацию никто не читает. И я долго вначале не верил, а потом понял, что я тоже не читаю. Если в VDE есть что-то, и я могу через точечку сделать какой-нибудь workaround, я его сделаю, потому что я же, я in the zone, я там программирую, у меня там работает, получается, и, ну, костыли велосипеды, программируем как умеем, поэтому если есть VDE, хорошо, нету, нету. И такая парадигма используется в TestContainers. Мы стараемся, чтобы все, что программисту нужно было для удачной работы, чтобы это все было заэкспоузеном через API каким-то образом. Вот. Redis достаточно простая технология, чтобы запускать в контейнерах, поэтому ничего, кроме порта, нам не нужно экспоузить. Нам еще нужна Kafka. С Kafka еще проще. Для Kafka мы берем просто технологию, которая, вот одна из тех библиотек, которые мы подключили, и мы говорим, пожалуйста, сделай мне RedPandaContainer. Или это может быть KafkaContainer. Может быть KafkaContainer. KafkaContainer. Соответственно, мы сделаем вот так, и DockerImage придется, конечно, имя переписать, но это не очень важно. Как запускать Kafka в контейнере, кто знает? Я знаю. Там непросто. Там нужно создать какие-то вещи, нужно сконфигурировать environment variables, там нужно подумать, что делать с ZooKeeper, там нужно понять, как конфигурировать что-то после того, как Kafka стартанула. Много вещей, которые вам, как разработчику приложения, знать не надо. Очень малому количеству людей нужно знать, как запускать Kafka в Docker. Поэтому, что вам надо знать, что с помощью TestContainer вы можете написать KafkaContainer, и у вас будет Kafka в контейнере. Потому что кто-то умный, кто знает, как запускать Kafka в контейнере, уже написал это и описал с помощью кода, что является очень-очень удобно. Мы будем запускать RedPanda, потому что RedPanda стартует быстрее, чем Kafka от Confluent. Можно не сдавать имидж вообще? Она же знает, что RedPanda. Можно. Можно. Более того, это все, это код, это API. Это то, что вы делаете три раза в неделю for a living. Вам деньги платят за это. Можно строить свои абстракции, такие, которые только вам понятны и которые вам подходят лучше всего. Например, можно вывести в MyRedPandaContainerClass и сказать, что там не будет как бы image name. К сожалению, из библиотеки это сделать гораздо сложнее, потому что естественным образом можно это сделать, сказав, что запускай вот этот имидж и бери tag latest. Но tag-тесты будут не очень повторяемы, потому что сегодня latest может быть один, а завтра latest будет показывать на другой образ. И ваши тесты сломаются просто потому, что время прошло. А это плохо. Мы хотим, чтобы тесты были стабильны. Чтобы один раз мы его запустили, и он работает. И вот если мы его запустим по-другому, там на другой машине или еще где-то, чтобы результат был такой же. Почему мы этого хотим? Потому что мы хотим, чтобы вы могли доверять CI по пайплайнам, которые запускают тесты, и чтобы вы могли локально репродуцировать проблемы, которые в тесты находят. Если тесты не стабильны, показывают разные результаты, в зависимости от погоды или дня недели, то это не очень хорошие тесты, потому что когда вы их запустите, и даже если они будут там, скажем, пройдут успешно, зеленые, у вас не будет хорошего чувства уверенности по поводу того, работает ваше приложение или нет. А это самое главное. Мы тесты пишем не для того, чтобы у нас было покрытие или для того, чтобы использовать классную технологию TestContainers, а для того, чтобы мы знали, что наше приложение работает, чтобы мы знали, что когда наш сосед, коллега, начнет программировать что-то и сломает наш код, чтобы наши тесты ему об этом сказали или ей им об этом сказали. Или, соответственно, когда мы что-то имплементируем новое, чтобы мы знали, наступаем ли мы на пальцы другим людям, которые программируют что-то еще в нашей команде или нет. Как мы это узнаем? Мы запустим тесты, если они зеленые, мы будем как бы рады и будем знать, что мы все делаем правильно. А если они сломали что-то, ну, значит, мы что-то сломали. Надо разбираться. Поэтому это не очень легко сделать и в библиотеке, и это очень легко сделать вручную в вашем проекте или на уровне компании. Например, можно сделать ряд библиотек, которые позволяют вам создавать свои абстракции. Классно? Классно. Запустили. У нас есть Genetic Container с Redis, у нас есть Kafka, мы их запускаем, мы конфигурируем наше приложение. Как? Нам надо сказать в приложении, где у нас бежит Redis. Как мы это сделаем? Где он у нас бежит? В контейнере. Кто знает доступ к этому контейнеру? Кто знает? Да. У нас есть как бы instance Genetic Container, который знает все про то, где бежит этот контейнер. Знает, какие порты мы заэкспозили, знает, какая конфигурация, обладает методами lifecycle. Например, мы можем его стартануть руками или остановить руками, если нам очень хочется. Да? Поэтому мы прямо в коде можем спросить, где бежит наш Redis и сконфигурирует наше приложение. Соответственно, то же самое с Kafka. Для Kafka нам нужно взять Bootstrap Servers. Кто знает, как создается URL Bootstrap Servers? Никто не знает. Kafka Container знает. Вот так создается. Это не очень важно, детали имплементации, но важно знать, что Kafka знает сама, а вы не знаете. Но вам и не надо. Базы данных не хватает. Базы данных. Простейший способ применить базу данных в контейнерах, что? Это сконфигурировать JDBC URL. JDBC URL обычно показывает, где у нас бежит база данных. Мы в него вставляем суффикс TC. Что происходит, когда наше приложение стартует? Оно смотрит на эту URL и идет по всем своим драйверам, которые у них есть в Клоспасе, и говорит, знаешь, как коннектиться к этой базе данных? И все говорят, не знаю, там TC, не понимаю, что такое TC. Postgres драйвер говорит, не знаю, как работать с таким URL. MongoDB драйвер говорит, не знаю. Mongo вообще не это лично, неважно. MariaDB говорит, не знаю, как работать. Кто еще говорит? MySQL говорит, тоже не знаю. Oracle говорит, не знаю. Никакой говорит, не знаю. Кто говорит, знаю? TestContainer driver. Разумно, да? Раз мы туда TestContainer списали. Очень разумно. А зачем вы тестировали что-то с тем драйвером, который бежит в пройду? Великолепный вопрос. Что этот драйвер делает? Он говорит, смотри, я вижу, что ты хочешь запустить Pastgres 14 Alpine. Берет, запускает контейнер с Pastgres 14 Alpine и передает управление обычному Pastgres-овскому драйверу, который ваше приложение нашло бы, если бы здесь просто не было вот этого TC. Великолепно ли? Великолепно. Жизненный цикл нашей базы данных теперь привязан к нашему приложению, к жизненному циклу нашего приложения, наших тестов, и автоматически создается база данных. О чем это говорит? О том, что мы стартуем базу данных, Redis и этот, и все, и мы можем запускать тесты, и они должны быть зеленые в данный момент. Было бы вообще шикарно. Что происходит? Антон, ваша тема здесь сломалась. В темной теме такого не было. Что происходит во время запуска тестов? TestContainers находит Docker Environment, с которым оно может работать. Оно работает с любым Compactible Docker Environment. Это может быть ваш локальный Docker Desktop, это может быть Docker Daemon, это может быть ваш Rancher Desktop, это может быть TestContainers Cloud, и так далее. Находит и начинает работать с этой средой, и, соответственно, когда ваш код говорит, хочу, чтобы здесь бежал пасгресс 14 Alpine, что делает TestContainers? Находит, скачивает образ из Docker Registry, если образ закаширован, будет использован закашированный образ, естественным образом, и запускает, стартует, принимает конфигурацию, которую вы описали в виде API внутри теста, и конфигурирует ваше приложение, использовать эту базу данных, эту Kafka, этот Redis. Как он это делает? На базе кода, который вы написали, внутри теста. Все это происходит достаточно просто и достаточно естественным способом. Наши тесты пробегают. Хороший вопрос был, какой смысл мне доверять какой-то ситуации, которую я не использую в продакшене? Мы хотим, чтобы наши тесты были наиболее близки по их среде, по технологиям, которые мы используем, к продакшену. Это очень правильно. Здесь есть такое небольшое электрическое отступление. В данный момент наша база данных инициализируется с помощью самого фреймворка. Фреймворк смотрит, у нас есть база данных, она пустая, давай запишу туда таблицы. Кто в продакшене так делает? Кто не делает так в продакшене? Никто не делает так в продакшене. И правильно, молодцы. Не нужно так делать в продакшене, потому что для этого есть, во-первых, специальные библиотеки для бенеграции данных, например, там какой-нибудь Flyway, Liquidbase, еще что-то. Ну или на крайний случай можно делать просто дампы файлов, поэтому мы отключим это дело, отключим. И теперь у нас база данных будет пустая, потому что наше приложение не будет конфигурировать схему внутри базы данных. Я видел, что ты говоришь, что ты так делаешь, но для истории надо... Ты имел Liquidbase на самом деле? Да. Вот что ты имел в виду? Я имел в виду Spring. Spring? Может быть, JPA? Ну вот в данный момент это Spring. Просто Spring SQL Init Mode? Never. Может быть, он использует JPA, может быть, он использует что-то другое, но это точно не Liquidbase. Еще. Еще. На самом деле, если мы теперь запустим, например, вот этот тест, который использует и подозревает что у нас в базе данных будет наш доклад про то, какие тест-контейнерс замечательные, то этот тест должен упасть, потому что сейчас Spring не будет инвестирует схему и, соответственно, не сможет поднять контекст, потому что будет говорить «Хочу идти в базу, смотреть на таблицы», а таблиц нет. Поэтому что? Поэтому все должно упасть. Ну, как только. Он разве не переиспользует? Должен переиспользовать. Должен переиспользовать. Не надо спрашивать вопросы. До этого мы дойдем. Хороший вопрос. Почему? Должен переиспользовать. Нет, там Windows 2, например. Нет, нет, нет. Не надо. Он должен был скашировать этот образ и не перезаписывать его снова. Но почему-то он скачал их снова. Мне есть догадка, почему. Но суть в чем? Тест упал. Почему? Потому что база данных пустая. Как мы можем это сделать? Мы можем ручками переписать вот эту вот ерунду, которую вот эту магию, убрать эту магию. Никто не любит эту магию. И сказать, что мы просто хотим static, pastgres container, там какой-нибудь pastgres container и такой new pastgres container и дать ему Docker image name. Pastgres 14 alpine. О, хотите трюк классный? Так как это модуль, нам не нужно говорить, что pastgres мы будем использовать на таком-то порту, открывать порт, конфигурировать вот это все low-level container details. Там не надо делать. Это кто-то уже сделал. Смотрите, как классно. Я могу сюда вот кликнуть, и у меня в браузере откроется образ. Знаете почему? Кто знает почему? Потому что в идее есть интеграция. JetBrains подумали, тест containers все используют, надо сделать интеграцию. Не, серьезно. Прям классная интеграция. Можно. Там не только это есть. Там еще есть... ой, не тот этот, не тот... Где? Потеряли. Где наш проект? На полный экран можно? Да, да, да. Как его открыть назад? Справа тремя пальцами. Антон, спаси меня. У меня отключены штучки. Права тремя пальцами. Окей, окей, окей. Recent projects Red Panda. Здесь помимо того, что здесь просто кликать можно, да, там еще content assist есть. На секундочку. То есть кто-то потом запарился. Там еще есть actions, я могу сказать pull docker image. Вам не видно издалека, потому что идея не увеличивает. Не увеличивает. Но я вам зазумлю, смотрите. Pull docker image. Прям можно руками сделать. Кто-то запарился и сделал там очень хорошо. Великолепно сделали. Молодцы. Теперь нам надо стартовать этот Postgres container. Мы это можем сделать очень естественным образом, сказав контейнером, используя там API start. И на nutshell он там запустит старт вот так же, но только в параллели. И нам надо сконфигурировать этот наш наше приложение. Startables, да. Это естественное контейнер. Такой как бы utility класс, который позволяет работать с вещами, которые могут запускаться. Очень удобно для того, чтобы например, вот там три контейнера, мы их стартуем в параллели. Если мы просто скажем там pastgres start, kafka start, tradis start, они будут стартовать последовательно. Потому что вам контроль вернется назад, соответственно, только контейнер будет готов. Потому что иначе вы скажете start, а потом начнете запускать свой тест. И если вам вернуть контроль раньше, чем контейнер start, стартанул и готов, то у вас все сломается. Или иногда сломается, иногда не сломается. Что еще хуже? Например, у вас на мощной машине не сломается, потому что контейнер быстро стартует. А в CI по вторникам будет ломаться. Потому что по вторникам там запускается еще какой-нибудь cron drop и отжирает пол цепу. И все. И у вас будут выпадать тайм-ауты. Плохо. Будет очень-очень плохо. Потому что вы увидите один такой зафейлившийся тест, и вы потратите три дня на его дебаг. А потом будете плеваться. Да. Я не раз это делал. В смысле не плевался, а дебажил тесты, которые падают. Поэтому что мы хотим сказать? Мы хотим сделать просто вот так. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Конфигурацию сделали. Spring Data Source URL. Откуда мы берем URL? Кто знает URL? Passgres знает URL. Да? Get JDBC URL. Прекрасно. Прекрасно. Сделали ручками еще два. UserName нам надо в базу данных и Password. Password. И соответственно Get Password и Get UserName. Смотрите, как идея знает, что я хочу. Знает. Я не знаю, как она знает, но как-то знает. Так. Мы запустили наш Passgres. Мы запустили и теперь сконфигурировали наше приложение знать, где бежит Passgres. Теперь мы можем запускать? Можем запускать. Будет ли работать тест? Нет. Правильно. Не будет. Почему? Потому что мы ничего не сделали для инициализации схемы в нашей базе данных. Нет еще схемы. Там пустой Passgres. Как мы можем ее инициализировать? Двумя способами. Один из них самый вменяемый, более вменяемый, чем другой. это включить ваши миграции, например, Flyway. Перезапустить Maven. Проверить, что у нас есть миграции в нашем в наших миграционных файлах. Это тот же самый SQL. Очень удобно, кстати. Очень часто тестирование проводится на всяких in-memory вещах. И вот это не очень хорошо. Потому что эти in-memory вещи обычно не очень compatible с имплеминацией, которая у вас бежит в продакшене. Поэтому прям лучше тестировать на в самом деле личных сервисах. Все запустили, теперь мы можем запускать, теперь у нас там все должно работать. Должно работать? Кто помнит? Запустим один тест. Теперь должно. если не опечатался в названиях контейнеров. хоп, зеленое. Что произошло? Теперь наша база нахитивизируется с помощью flyway и миграций. Это очень-очень удобно, потому что это то же самое, что вы делаете в продакшене. Это значит, что когда мы запускаем просто тест, который проверяет, поднимается ли наше Spring приложение или наше какое-то другое приложение, мы заодно проверяем миграции. Плюс мы можем включить туда наши какие-нибудь тестовые миграции, которые мы хотим использовать исключительно для вставления тестовых данных, или мы можем проверять какие-нибудь дампы памяти. В общем, конструкция такая же, как в продакшене, это значит, что тесты гораздо более надежны. Если они зеленые, вы можете надеяться, что приложение работает так, как могло бы, как должно. Соответственно, конечно, всегда можно сделать по-своему. Как бы, что один человек собрал, другой завсегда разобрать сможет, но можно надеяться. Так, что я хотел дальше показать? Reuse. Запускать контейнеры каждый раз не всегда очень... Сейчас. секунду. Хотел рассказать про Synthesize. Это очень такая интересная вещь. Сейчас покажу. Есть такая библиотека для генерации данных. Прикольно. Вот что вы можете сделать? Вы можете поднять несколько контейнеров и объединить их в сеть в одну. И у нас будет два пастгресса сбежать в одной сети. Synthesize и их библиотека позволяют генерировать данных для схемы внутри вашей базы данных. Вам не обязательно ее использовать, но как бы вы можете ее использовать, знать, что она есть. Вы можете генерировать тестовые данные для ваших тестов например, в вашем коде. Есть ряд библиотек для Java, например, DataFaker и и же подобные, где вы можете в коде сказать, что сгенерируем мне 100 рядов в ту табличку или в эти объекты. И, соответственно, использовать такие данные легким способом полученные. Или вы можете использовать Synthesize и сказать у меня есть контейнер, в котором будет только схема и у меня есть контейнер, в котором будет output, в котором будет и схема, и дата. Потом это все запустить и потом сказать Synthesize. Пожалуйста, трансформируй мне из схемы в дату и Synthesize сделает нечто и возьмет из схемы из базы данных схему возьмет схему, в базы данных дата положит output, сгенерирует туда модель, данные и на этом вы можете тестировать. Достаточно удобно и интересно. Я знаю, что многие не знают и, может быть, вам интересно будет попробовать. Synthesize. Классная такая библиотека. Как же она узнает какие типы данных? У них есть схема. Поэтому мы поднимаем два контейнера. Один из них схема, а другой из них дата. Поэтому в схему мы должны положить схему, а данные они сгенерируют сами как-то. Как они это делают? Как они это делают? Вопросы по Synthesize ко мне. О, вообще шикарно. Иван, да? Да. Прошу. Вопросы к Ивану? Я не знаю. Я только знаю, что есть. Классно, интересно. Действительно интересно. Мне самому тоже интересно. Может быть, в следующий Dev Club доклад мог бы быть про Synthesize. У нас есть эксперт. Sorry for putting you on the spot like that. Так, классно. Классно, классно. О чем мы говорили? Где у нас это было? Потеряли опять. Нет, нет. Red Panda. Red Panda. Да. Что теперь еще? Теперь наши контейнеры, они, мы, конечно, кэшируем образы. То есть образы больше не скачиваются каждый раз в нашей среде. Потому что они закэшированы. Но сами контейнеры после тестов уничтожаются. Мы это можем делать разными вещами. Мы можем сами говорить стоп. Мы можем говорить интеграция с библиотекой типа G-Unit и говорить, что там after all, пожалуйста, закончите контейнеры, положите их, все, уберите, чтобы никакой кавки двухнедельной давности здесь не было, чтобы мои тесты случайно или, не дай бог, чьи-то еще тесты не приконнектились к моей кавке. Потому что, ладно, мои тесты, я просто время потеряю. А если чьи-то еще тесты приконнектились к моей кавке, которую я забыл убрать, и кто-то еще потеряет три дня на дебаге этого, то ко мне придут наказывать. В разных компаниях разная культура. У нас в стартапе blameless culture, все хорошо. Это просто иллюстративный пример. Но что я хотел сказать, что очень классно было бы, если бы у нас наша среда была действительно эфемерной. Чтобы у нас тесты были повторяемы, потому что, когда тесты закончили бежать, контейнеры уничтожались. Чтобы когда мы в следующий раз их запустили, чтобы они заново стартовали. Поэтому так и происходит. Как это происходит? Даже если вы не контролируете life cycle никаким образом, TestContainers применяет особый такой watchdog container, который называется RUG, который убивает контейнеры, которые давно не используются, грубо говоря. когда тесты закончились, запустил тесты, мой докер ремоутно бежит где-то в облаке, машина взорвалась, все, канекшина больше нет, контейнеры остались, RUG посмотрел, больше нет машины, не должно быть контейнеров, все убрал, почистил. Жих-жих-жих. Нету, смотрите, докер статс. Докер статс бежит, докер статс, ловкость рук, никакого мошенничества, докер статс, нет никаких контейнеров. Если я запущу сейчас снова эти наши тесты, я надеюсь, что у меня побегут контейнеры. Побегут контейнеры. Ну, сейчас мы посмотрим, чтобы контейнеры хотя бы появились. Контейнеры появились. Контейнеры. Пять минут осталось. Коммент на право. Так, неважно. Тесты. Что запускать параллельно? Ну, параллельно там 20 тестов сразу. Да, очень удобно. Просто берете и запускайте. Тесты, они такие же, как юнит-тесты. Они ничем не отличаются от ваших юнит-тестов. Они просто через библиотеку запускают дополнительные контейнеры. Поэтому, если вы можете параллелить ваши юнит-тесты с помощью, скажем, Maven, Surefire plugin, поставить forkCount20, можно ставить forkCount20. Они, конечно, все захотят запускать разные контейнеры. И вам будет не очень просто. Особенно, если вы используете какие-то тяжелые образы. Там, какой-нибудь Oracle, базу данных. Она там 20 Oracle запустить на машине не очень вероятно. Что можно сделать? На помощь приходят что? Различные Cloud-based solutions. Например, TestContainersCloud, про который я хотел рассказать. Но не успел. Сейчас расскажу. Две минуты. Все. TestContainers. Много очень интересного. Можно создавать очень гибкие среды для запуска тестов. Все у вас под контролем, как у программистов. Вы это делаете каждый день, значит, вы можете это осилить. Тесты обычно люди доверяют им. Почему? Потому что 20 человек сказали, что любят TestContainers. Годная вещь. Надеюсь, остальные могут подумать, что тоже годная. Или как минимум попробовать и удостовериться. Вернемся к TestContainersCloud, потому что я хотел рассказать. И мне скажут, что зачем, Олег, ты делал это, если не рассказал. TestContainersCloud это такой облачный бэкэнд для запуска контейнеров, когда вы запускаете TestContainers-тесты. Я во время демо, например, использовал именно его. У меня не бежит локального докера на машине. Это M1 машина. Я даже не знаю, работает ли там FastGraphs работает. Kafka, может быть, не работает. RedPanda, может, Но не у этого. Мои контейнеры бежали в облаке, поэтому достаточно просто. Самый простой способ начать, может быть, с TestContainers, или развернуть активно используемые TestContainers у вас в компании, на всех командах. Если вам не хочется становиться экспертом по докеру и понимать, почему в GitLab докер бежит одним способом, а где-то еще другим способом, и какая разница между Docker on Mac и Docker в Windows, Linux, сабсистем на винде, а хочется, чтобы команды использовали хорошие тесты интеграционные, то можно попробовать TestContainers Cloud. У вас есть URL. Мы недавно анонсировали публичную бету. Вы можете туда пойти, зарегистрироваться. Достаточно Gmail или Google или GitHub аккаунтов попробовать. Сетап занимает буквально пять минут. Скачивается маленькое юзер-спейс-приложение. Не надо никакого рута. Оно проксирует в облако, запускаются контейнеры, не требует ресурсов вашей машины. И, соответственно, потому что облако скалируется бесконечно в определенных пределах, в пределах разумного, облако хорошо скалируется, мы можем запускать тесты параллельно гораздо легче, потому что вам нужно запускать только ваши юнит-тесты, а тяжелые контейнеры, которые, как мы говорили, 20-40 лет запустить, не шутка, они будут запускаться в индивидуальных средах в облаке. То есть каждый ваш поток может приконнекиться к отдельному инвариументу и там запускать контейнеры. Облако предоставляет много ресурсов и, соответственно, таким образом скалировать вещи гораздо проще, потому что это такая on-demand платформа. Те же модули работают, те же технологии работают, тесты не надо переписывать, работают автоматически. Так что, если вам интересно, пожалуйста, вон короткая ссылка специально для DevClub'а, можно пойти зарегистрироваться, попробовать. Если вы уже пишете TestContainers тесты, мне было бы очень интересно услышать ваш фидбэк по поводу облака. Если нет, то мне было бы интересно услышать ваш фидбэк по поводу TestContainers библиотек. В разных языках. Лучше даже не в Java, потому что в Java я сам немножко понимаю, в остальных языках мне было бы очень-очень интересно послушать, как, что и где. Вот. Такая ситуация. Все? Все? Можно делать все, что угодно. Есть ссылки, на слайдах будут ссылки. Спасибо. Это все. Времени не осталось. Я буду очень медленно собирать свои вещи. Да. У него примерно 40 минут, так что меньше. 4 минуты. Не, не. Так что сейчас будет перерыв. Если вы хотите его отловить, не ожидайте, что он будет после встречи. Да. Спасибо большое. Вот. Да, пару вопросов. Самый простой вопрос. Кроме Java, какие еще языки поддерживают TestContainers? Ну, все популярные. .NET поддерживаются, Go поддерживаются, Node.js поддерживаются, в смысле, JavaScript, TypeScript, Python, Rust, Haskell. 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 Недавно пришел, поэтому сложно вспомнить. Да, Rust. Большинство. Можно пойти на TestContainers.com и посмотреть, и там все написано. В смысле, там действительно все написано, там просто вот, допустим, популярный здесь, Java, Go, Net, Node.js, Python, Rust, Haskell. В Haskell вот так выглядит, например. В Monadu надо оборачивать. Логично. Да, все, спасибо. У меня есть стикеры, если кто-то использует, welcome, если нет, приходите, задавайте вопросы, у нас нет времени, поэтому я не буду больше говорить. Окей.